Василий Иванович служил егерем в заповеднике уже много лет. Именно служил, ведь он считал себя пограничником, поскольку он охранял границу между природой и человеком. Сейчас он уже на пенсии и любит вспоминать былые деньки. Было много веселого и грустного. Но один случай он точно не забудет до конца своих дней. Ведь благодаря тигру он остался жив. Случилось это много лет назад. Он уже продолжительное время работал в заповеднике и был опытным егерем. К тому времени у него была замечательная жена Нина и маленький сын Ваня. С женой они вместе приехали сюда работать. Он стал егерем, а она радисткой. Ведь единственный способ связи в этой местности была рация. В тот год зима выдалась очень суровая и снежная. Такие случаются, наверное, раз в 10 лет. Егерь начал находить на обходе зверей, которым не повезло. Они не могли найти себе пропитание и замерзали прямо на дороге. Василий решил, что животным нужна помощь. Ведь если не принять какие-то меры, то весной они увидят очень печальную картину. Чтобы этого не произошло, он принял решение подкармливать своих подопечных. Для этого он грузил на снегоход 20 килограмм мяса и раскидывал по территории. Через день проверял, съедены ли. Как правило, от мяса ничего не оставалось. И тогда, с чувством выполненного долга, Василий возвращался домой. Работа ему нравилась. Он и подумать не мог, чтобы променять ее на какую-нибудь другую. Тут ты с природой, а природа с тобой. Ты как будто находишься в единении с ней и со своими мыслями. В тот день он, как обычно, нагрузил мясо на снегоход, проверил, все ли надежно закреплено, и отправился в путь. На улице стоял мороз и немного шел снег. Он хотел быстро сделать обход, раскидать, как обычно, мясо и вернуться домой. И, если останется время, проверить браконьерские тропы, все ли там спокойно. Браконьеры любили захаживать в тот заповедник. Обычно они пробирались через забор и шли вглубь. Там скапливалось больше всего животных. Как-то раз ему удалось поймать одних. Ночью они пробрались сюда, хотели раздобыть рога благородного оленя. Животных они, слава богу, не успели найти. Зато нашли Василия Ивановича. Было много таких случаев, но сейчас речь не об этом. Василий собрал все необходимое и отправился в путь. Так как было очень холодно, да и вьюга усиливалось, он решил побыстрее закончить свое дело. Он поехал быстрее, чем обычно, все шло хорошо, но под снегом он не заметил, как наехал на поваленное дерево. Его выбросило в сторону вместе со снегоходом. Он упал, а ногу его придавило гусеницей. Мясо разлетелось во все стороны. Василий потерял сознание. Через какое-то время он очнулся и сразу схватился за голову, она трещала и раскалывалась. Видимо, он сильно ударился при падении. Когда он смог полностью открыть глаза, он увидел, что ноги его лежат под перевернутым снегоходом. Из последних сил он смог из-под него вылезти и немного отошел, но тут же и упал. Видимо, отошел от шока и начал осознавать произошедшее. Он даже не понимал, что у него была сломана рука. Он упал и не знал, что к нему пришли гости. Гордая лесная красавица, тигрица, пришла на запах мяса. Сначала она с опаской издалека наблюдала за человеком, а затем, когда поняла, что тот не двигается, начала медленно приближаться. Она съела пару кусочков мяса и затем, насытившись, подошла к мужчине. Она аккуратно его обнюхала, покрутилась немного и легла около его груди. Василий пока не понимал, что происходит. Ему казалось, что он уже дома, в кровати, и к нему пришла его кошка Мурка. Он запустил руки в ее мех, погладил рукой и стал их согревать в ее мехи. Тигрица мурчала и явно была не против этого. Своими ушами она внимательно слушала, что происходит вокруг. Тем временем Нина уже начала волноваться. Ее муж уже должен был вернуться домой. Сынишка начинал плакать и спрашивать, где его папа. Для него это было совсем не свойственно. Нина посмотрела в окно. На улице была пурга и постепенно начинало темнеть. Она молила Бога, чтобы муж вернулся. Когда ей надоело ждать, она дала сыну детскую книжку и сказала, что пошла за папой, и если он будет спокойно себя вести, то родители скоро вернутся. Тогда Ваня успокоился, посмотрел на маму, перестал плакать и взял книжку. Нина оделась потеплее, налила горячего чая в термос и отправилась в путь. Она вспомнила, что муж уехал на снегоходе, значит, ей оставались только лыжи. Она решила пройти по обычному пути мужа, он ей как-то его показывал, как раз на подобный случай. Лыжные палки утопали в снегу. Ей было тяжело, но она должна была найти Василия. Вдруг вдалеке она заметила перевернутый снегоход. Она подумала о самом худшем, но начала подходить ближе. Вскоре она заметила припорошенные куски мяса на снегу. Нина чуть не потеряла сознание от увиденного, ведь она забыла про то, что муж поехал с этим мясом зверей кормить. Она подошла к снегоходу, но Василия рядом не было. Она начала оглядываться по сторонам и заметила полосатую спину. Затем показалась голова, и тигрица, встав и потянувшись, медленно ушла. Нина, наконец, заметила, что около тигрицы лежит Василий. Она подбежала к нему, начала бить по щекам и растирать их. Удивительно, но руки и грудь мужа были не то что теплыми, а горячими. Наконец, она растормошила мужа, дала ему попить горячего чая. Нужно было возвращаться домой. Но у Василия была сломана рука, а Нина сама бы не смогла перевернуть снегоход. Оставались только лыжи. Но началась очень сильная пурга, да и до дома было далеко. Василий, придя в себя, решил сделать что-то типа палатки у перевернутого снегохода. Хорошо, что он всегда возил с собой плотную шинель. Они укрылись от ветра и, наконец, стало спокойнее. Они сидели в своем убежище и согревали друг друга. Нина, наконец, смогла осмотреть руку Василия. Все было не так страшно, но в больницу все равно нужно было попасть как можно скорее. Они просидели какое-то время в палатке, а затем ветер утих, и Нина выглянула на улицу. Вьюга, бушевавшая целый день, наконец закончилась. Снегоход они решили оставить пока тут, а сами медленно пошли домой. Дома их встретил Ваня. Он успел прочитать всю книжку и очень хотел рассказать папе о той сказке про доброго тигра. Василий улыбнулся и сказал, что знает такую и сам завтра расскажет ее сыну. Руку Василию вылечили, и доктора в больнице очень удивлялись, как он ничего себе не отморозил в такую метель, пролежав практически целый день в снегу. На что Василий отшучивался, решил он не рассказывать о той тигрице, ведь все равно врачи не поверят. Но сыну все же обещанную сказку он рассказал. О доброй большой тигрице, которая не дала замерзнуть одинокому путнику в дороге, и с тех пор путник благодарит ее каждый раз, оказываясь на этой тропе. Василий долго думал, почему же тигрица решила его согреть. Ведь это хищник, а он, можно сказать, его потенциальная добыча. Но, видимо, развозя мясо и помогая животным, он был ей так отблагодарен. А может, просто она учуяла от него какой-то знакомый запах. В любом случае, теперь он благодарен этой тигрице до конца своей жизни. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok